Я как себя помню, я знала, что буду учителем. А каким я буду учителем, я не знала. Мама моя тоже учитель. То есть я учитель в четвертом поколении фактически получается. Моя прабабушка занималась ликбезом. Еще во времена революции, так сказать, прабабушка, точнее, бабушка моя тоже в принципе вела какую-то школу рабочей молодежи. Мама у меня уже профессиональный педагог. Я могла стать учителем литературы русского языка. Я могла стать учителем немецкого языка, но стала учителем рисования. Я поступила в училище, в художественно-графическое училище пермское. Я побоялась пойти в институт, думаю, там нужно очень много всего сдавать. Думаю, нет, я пойду в училище. Ну и пошла в училище. Потом, как оказалось, что у нас было 7,5 человек на место, а в институтах было 3-3,5. Ну, в общем, ну как-то так получилось, что я оказалась в этом училище. Потом пошла работать в школу общеобразовательную. Отработала. Мы же там по направлению шли, отрабатывали определенное количество времени. Вот. Затем вместе с мужем переехали сюда, с Урала, из Перми. С 98-го года я нахожусь вот в этой школе. У каждого есть определенный уровень, которого, ну, он может достичь. И научить, если у кого-то, даже и взрослого, если есть желание, ради Бога, научить всегда можно. Если человек к этому открыт, если человек хочет этого, всегда этого сделать можно. То есть какие-то определенные навыки, какие-то определенные правила существуют обязательно и в рисунке, и в живописи. Вот ребеночек сидит, ну, вот сидит, что-то вот у него не получается, но он пыхтит и старается. Он своего добивается все равно. Либо приходит ребенок, Богом поцелованный, как говорится, в маковку, но он уже привык к своему таланту, не умеет трудиться. И получается так, что те, кто был не очень, казалось бы, способный, он становится на голову, а то и на две выше, а наоборот, способный ребенок. Где-то за бортом остается. У бутылки есть горлышко вертикально, плечики наклонно-горизонтальные, и опять идет корпус, да, вертикально. У тебя пока эти градации здесь не видно, а на тебя они все одинаковые. Здесь должна быть еще творческая жилка определенная какая-то. Есть ремесленник, есть художник, вот так вот скажем. Ремеслу можно научиться, а художником быть, помимо еще того, что ты имеешь талант, тут еще много человеческих качеств человек должен иметь. Во-первых, очень много надо знать. Художник должен быть правдивым. Начнем с этого, потому что ты, наверное, раз вот даже идешь в выставках даже современных художников, мимо какой-то картинки ты прошел, ну, картинки, работы, прошел. А где-то тебя вот что-то остановило, и ты вот начинаешь ее разглядывать и рассматривать. Для того, чтобы тебе было интересно, вот тут вот нужно быть художником. Какой-то период времени я просто работала как учитель. Вот я говорю, я учитель. Я учитель-художник. Вот таким вот образом. А потом как-то жизнь сложилась таким образом, что да, мне стало интересно выставляться, стало интересно где-то. Меня приглашают какие-то в проекты поучаствовать. Почему бы нет? И понимаю, что у меня получается, понимаю, что у меня, ну, в принципе, уровень определенный имеется. Как меня учили, так и я учу. А меня учили очень хорошие педагоги советского, как сказать, прошлого. Если горизонтально, вот так вот, линию, так, посмотришь и вертикаль проводишь. Ручка будет выступать за краешек или нет? Сколько раз у нас получается? И всегда я говорю детям, что писатель, он говорит словами, поэт говорит словами, музыкант через музыку доносит свои чувства. А мы не можем говорить. Наш рассказ, нашу музыку должны увидеть и услышать вот именно в картинке. Вот через картинку, через цвет, через формы мы как раз и передаем зрителю. Очередная точка в моей какой-то вот, в моей жизни, на моем жизненном пути, какая-то определенная ступенька. А все остальное, как оно было, так оно и осталось. Как я любила детишек, так я и буду. Как я любила людей, так я и буду любить. Ничего не понимаю. Как я работала, так я и буду работать. Вот, говорят, еще такой момент, что вот, учители, воспитая ученика, что он будет талантливый. Я, наоборот, рада, когда мой ученик оказывается в чем-то более талантливый, чем я, потому что я знаю, что основа заложена все равно мною. Когда мои детки приходят и говорят спасибо. Когда вот мои детки возвращаются к нам в школу. То есть мой труд был ненапратен.